Отсутствие судимости, стальные нервы и развитая физическая подготовка. Работа в местах не столь отдаленных требует серьезного подхода, но при этом предлагает заманчивые перспективы. Об особенностях службы в погонах нам сегодня расскажут наши гости. Заместитель начальника УФСИН России по Алтайскому краю полковник внутренней службы Константин Владимирович Теске. И старший инструктор кинологического отделения исправительной колонии номер 3 прапорщик внутренней службы Егор Викторович Мозгунов. Константин Владимирович, начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в УФСИН? Все-таки работа непростая, подходит далеко не всем. И определенный режим, и контингент специфический осужденный. Как удается находить с ними язык? Почему вообще решились? Ну, знаете, работа у нас, во-первых, простая, обычная деятельность, которой может заниматься, ну, как мне кажется, большинство людей. Решился, да ну, не решался. До этого служил в армии, ну, в одних из, скажем так, элитных войск. После этого по возвращению получил образование, работал в сельском хозяйстве. Появилось желание продолжить, повысить уровень своего образования, получить образование выше. Но, к сожалению, на тот момент специальность не давала финансовой возможности это сделать. Поэтому переехал в Барнаул из немецкого национального района. Работал здесь, ну, много сменил специальностей разнорабочим, грузчиком и так далее. Было хобби определенное, которое, собственно, и, скажем так, дало мне дорогу в эту службу. Всегда интересна была кинология, занятия с собаками. Это прям с детства, прям вот с первого класса. Поэтому здесь познакомился с людьми, которые этим занимаются профессионально. Они меня научили, стало еще интереснее, чем было до этого. Ну, и вот принял решение устраиваться в правоохранительные органы. Проходил трудоустройство в подразделении Министерства внутренних дел. Ну, встретился на площадке, на дрессировке с действующим сотрудником, который рассказал мне настолько доступно, что я практически от офицерской должности отказался. Пошел на должность младшего, значит, состава. Но, видимо, донес очень доступно, мне было понятно. Я, не колебаясь, принял решение, что вот это мое. Пока звучит все довольно вдохновляюще, но, скорее всего, есть какие-то, так скажем, нюансы профессии. Вот расскажите о них, когда вы непосредственно уже приступили к работе в УФСИН. Вот с чем, прежде всего, столкнулись? Чего стоит, наверное, если не опасаться, то, ну, наверное, предостеречь будущих работников УФСИН? Я не знаю, честно сказать, опасаться ничего не надо. Приходишь на службу, выполняешь качественно свою работу. Не надо ни за что опасаться. Моя работа, сейчас, наверное, ваш вопрос связан больше с работой с осужденными. Моя работа была связана на начальном этапе, прежде всего, связана со служебными собаками. Я служил в подразделениях охраны. Поэтому от меня требовалось только качественно выполнять свою работу. Мне это очень интересно. Конечно, тогда было интересно, мне до сих пор это интересно делать. И мне ничего опасаться не надо. Чего их бояться? Ну, они такие же люди, которые оступились. И, как некоторые считают, у нас опасная работа. У нас самая безопасная работа, поверьте. У нас внутри все контролируемо. И это обеспечивается работой всех сотрудников нашего ведомства. И все у нас нормально, опасаться не надо. Игорь Викторович, вы кинолог. Да. Расскажите о своей работе. Легко ли находить контакт с четвероногими? Ну, контакт с четвероногими нашими друзьями довольно... Очень легко настроить. Самое главное — найти подход к собаке. То есть это начинается с малых лет щенка, когда вы его заводите. И постепенно с возрастом, как он к вам привыкает, так и вы к нему привыкаете. И у вас налаживается некая связь, где вы понимаете, можно сказать, друг друга с полуслова. Вы знаете его поведение от а до я. Он вас умеет читать, так скажем. Но это, грубо говоря, словами, наверное, не передать. Это надо прочувствовать, все это. Пока ты это не попробуешь, до конца это все равно невозможно понять. Вот знаете, скорее всего, знакомый сериал «Комиссар Рекс» в 90-е годы показывали. И там служебная собака жила непосредственно в квартире хозяина. У вас есть ли такая практика? У нас, наверное, не запрещено держать собаку дома. Это уже зависит, наверное, от человека, как он относится к своей работе. Если человек, так скажем, полностью душой и телом отдается себе этой работе, то он берет собаку, ну может также взять собаку домой, дома с ней заниматься. То есть в этом нет ничего такого, ничего плохого в этом нет. Наоборот, будет только еще лучше, на пользу пойдет. Как вам, так и вашему четвероногому другу. — Константин Владимирович, какие специальности вовсе сегодня в приоритете у молодежи? Вот кинолог, это действительно заманчиво звучит. С охотой идут в кинологи, может быть, еще какие-то специальности осваивают дополнительно, которые тоже привлекают. — Ну я про кинолога, если позволите, Егору так, ну, маленько доскажу уже о сказанном. Собаку содержать дома – дело хорошее, но применительно к нашей службе не совсем практичное. Служба кинолога, она предполагает работу на улице в любое время суток. Если собака живет дома, ну, она физиологически, у нее нет подшерстка, а на улице собака более, поэтому для нас она более, скажем так, собака, содержащаяся на улице. Для нее более просто работать сутки. Ну, бывают особенности службы, когда они по 12 часов находятся на открытом воздухе, и температура для нас не важна. Будет 50, будем ходить в 50. Надо будет кого-то догнать в 60, а догоним в 60. Поэтому, ну, кинолог, знаете, я вот Егора слушаю, ну, вот это яркий пример. Кинолог – это призвание. Если ты хочешь, у тебя всегда получится. Если ты пришел туда отбыть день, ну, в конце месяца получить зарплату, считая, что у тебя ничего не получится. Собаку невозможно обмануть, так же, как ребенка, да, он тебя насквозь видит, так и собака. Если ты сутки трое к ней ходишь, есть парни, которые приходят в отпуске, ушел на неделю, через неделю приходят, можно с собой возьму? А что случилось? Ну, едем с семьей на озеро. Собакотерапия. Да, это собака, она в семье, дети ее знают. Это, ну, поэтому специальности востребованы, которые привлекают молодежь. Ну, как уже сказал, кинолог – это призвание. Если мы говорим о специальностях, которые присутствуют в нашей системе, у нас их настолько широкий спектр, я думаю, что нам эфирного времени не хватит. Начнем с того, что у нас производственные службы существуют. Весь набор специальностей – инженерных, сельское хозяйство, агрономия, ветеринария, зоотехния, есть металлообработка, есть изготовление мебели, производим комбикорма для себя. Ну, мне очень сложно их все перечислить. Это я сейчас не говорю об основных, это, ну, основных, скажем так, те, которые задействованы непосредственно в работе с осужденными. Исправительные службы, оперативные, режимные, охрана, подразделения специального назначения. Ну, очень большой спектр. Я, Валентин, боюсь, что мы с вами будем два часа об этом разговаривать. Молодежь идет, знаете, кому что интересно. Приходят люди, даже если человек пришел, не совсем все умеет, мы готовы научить. Нужно просто иметь желание. Прийти к нам с желанием. Мы научим, у нас есть очень высококвалифицированные специалисты, которые могут научить любого, главное, иметь желание. И сейчас про спектр специальностей, я даже вот сейчас медицина в голове, да, у нас своя медицина, которая занимается с осужденными, которая ведомственная поликлиника, которая занимается с сотрудниками, то есть, ну, очень широкий спектр. А сегодня молодежь не боится идти служить в ОФСИН? Вот, ну, честно, иногда идешь и опасаешься, потому что я как журналист регулярно приезжаю на съемки, я понимаю, что ничего не произойдет, потому что здесь действительно безопасно, но где-то на подсознании мы не просто как к человеку, который там даже не работает, а пришла как бы в гости на экскурсию, мне немножко уже боязно. И, возможно, и это отпугивает сегодня вот юных курсантов, абитуриентов. Валентина, вы девушка, ну, для нас вы девушка с улицы, просто обычный гражданский человек. Давайте вот по вашим ощущениям, вы когда к нам зашли, вы у кого-то видели страх внутри? Ну, у нас там девчонки работают, медики там, ну, разные. Вы кого-то хоть видели, кто боится? Нет, конечно, нет. Ну, это вот ответ на ваш вопрос. Кого боятся-то? Есть определенные обязанности, которые, ну, которые возложены на осужденных, они их исправно выполняют. Как я сказал, ну, те, которые несут какую-то опасность для общества, они содержатся в других условиях содержания. Бояться у нас нечего, но если кто-то этого боится, я думаю, что мое увещевание с экрана его вряд ли переубедит. Нужно прийти и самому попробовать. Ну, а так, просто если по-человечески, если ты мужчина, тебе самому-то неинтересно попробовать. Мне вот интересно было. Да, как? Я пришел и... Как просто прийти и постучаться? Нет, не прийти и постучаться. Какие способы, да? К нам, ну, скажем так, какие способы к нам попасть? Обратиться в отдел кадров. Есть куча. Во всех соцсетях мы есть. Есть информация на официальном сайте в интернете. У ФСИН России по Алтайскому краю. Можно выбрать спектр подразделений, которые занимаются с осужденными, которые с изоляцией от общества находятся. Есть уголовно-исполнительные инспекции, которые представлены во всех населенных пунктах Алтайского края. Нет точки Алтайского края, где нет нашего сотрудника. Поэтому во всех населенных пунктах, в сельской местности, основные подразделения Барнаул, БИС, Крупцовск, Шипунова обратиться в отдел кадров, обратиться в отдел кадров управления, выйти на нас через социальные сети. И дальше мы уже все в беседе расскажем. Очень хорошие социальные гарантии предлагает Федеральная служба исполнения наказания. Давайте поговорим о них. Да, первое, что это выслуга. Выслуга лет. Выслуга лет у нас год за полтора, либо год за два. Год за два, два подразделения у нас есть, у которых выслуга год за два. Что такое год за два? Молодой человек, вернувшийся из вооруженных сил, через 9, ну, с половиной лет выходит на пенсию. В моей практике был сотрудник, который в 28. Пришел, сказал, все, вот рапорт, я ухожу. Следующее. И куда-нибудь на моря, на пенсию. Да, да, да. Ну, пенсия, скажем так, я, опять же, чтобы это было правда и реально. Да, пенсия не космическая какая-то, жить на нее на морях не получится, но это денежная сумма, которая может позволить вам без работы существовать, жить, найти другую работу, где-то дальше себя поискать, тем более, что, говорю, это в очень раннем возрасте происходит. Первое – это выслуга лет. Второе. Возможность получения образования. Опять же, применительно к себе. Можно получить заочное образование в нашем ведомственном вузе. Даже если вы в школе учились, мягко выражаясь, не на пять, при прохождении службы в должности младшего состава, если у вас есть определенные морально-деловые качества, вам обязательно предложат поступить на высшее образование. Мы нуждаемся в этих людях, которые умеют руководить, которые могут за собой повести, организовать, и вы абсолютно бесплатно получите юридическое образование в ведомственном вузе. Более того, вам будет за это время выплачиваться денежное удовольствие, вы учитесь, учитесь бесплатно. То есть многие поступить-то не могут? Конечно, да. Но все равно определенный уровень познаний необходим для поступления. Вам будет сохранено денежное удовольствие, вам будут выплачены командировочные расходы к месту проведения учебы. Ну и там еще плюс есть возможность проживать в общежитии. То есть вы практически бесплатно получаете высшее образование. Следующее. Люди, которые приезжают к нам, иногородние опять применительно к себе. Я приехал из сельской местности. Есть сумма порядка 3,5-4 тысяч за поднаем жилья. Вы приехали, у вас есть необходимость где-то проживать, вы снимаете квартиру, государство выплачивает вам сумму для частичного погашения найма жилья. Еще распространено мнение, что попасть в ОФСИН на службу нельзя, если ты судим. Но действительно ли это так? И все-таки, может быть, кто-то оступился и вообще не имеет шансов? Нет, шансов не имеет. Более того, есть определенные жесткие требования, которые определены законом, и судимые к нам не попадут. Более того, даже если вы управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, когда-то давным-давно к нам дорога заказана. Сами понимаете, у нас правоохранительные органы, сами охраняя, нарушать не позволено. И вот, Егор Викторович, можете кратко обрисовать, как можно подняться по карьерной лестнице в ОФСИН? Для начала, наверное, это нужно как-то показать себя и самому, и иметь желание. Ну и в дальнейшем это, наверное, получение высшего образования, которое даст тебе, наверное, существенный плюсик, чтобы дальше пойти по карьерной лестнице. Ну и самое главное, это, наверное, желание. Нет желания, ну и, наверное, тебя никто не сможет заставить занять какую-то вышестоящую должность, если у тебя, во-первых, душа к этому не лежит, и нет, так скажем, своего желания. Абсолютно правильная мысль — получить высшее образование в максимально короткие сроки, получить его, действительно чему-то научиться теории, потом применить это на практике. Самое главное — желание и не опускать руки, и никаких вершин нет. Спасибо огромное за такой хороший диалог и продуктивный. Вам спасибо. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были Константин Владимирович Теске и Егор Викторович Мозгунов.